Добрый вечер. Здравствуйте. Новости бывают хорошие, бывают плохие. Мы считаем, что новость, над которой посмеялась вся страна, автоматически становится хорошей. В эфире только хорошие новости в программе «Чисто Ньюз». Смотрите сегодня выпуск. В Киев со своим первым официальным визитом прилетел президент Турции. Настоящим открытием для турецкого лидера стало то, что не всех украинских женщин зовут Наташа. А те, которых все-таки так зовут, ведут себя совсем не так, как те Наташи, к которым он привык в Турции. Следующая встреча нормандской четверки состоится не в Минске, а в Париже. Александр Григорьевич Лукашенко заявил, что если у французов с Парижем не получится, то он в Беларуси на всякий случай подстраховался. 20 марта в Украине, как и во всем мире, можно было наблюдать солнечное затмение. Вечером этого же дня самых ярких наблюдателей затмения можно было наблюдать на приеме у офтальмологов. А теперь об этих и других новостях более подробно. В конце прошлой недели Киев с официальным визитом посетил президент Турции Рейджеп Таих Эрдоган и встретился с Петром Алексеевичем Порошенко. Как признался президент Турции, он впервые увидел трезвого украинца, причем одетого не в шорты, а в брюки. Президенты обсудили сотрудничество стран в различных сферах экономики и политики. К тому же в столь трудное для Украины время господин Эрдоган пообещал поддержку в самых различных вопросах. К примеру, уже осенью в качестве гуманитарной помощи для украинских женщин Турция продолжит съемки сериала «Роксолана». Это был первый официальный визит президента Турции Эрдогана в Украину, поэтому Петр Алексеевич, чтобы не спугнуть, попросил в кредит всего 50 миллионов долларов. Не успел Петр Порошенко проводить самолет президента Турции, как начал встречать самолет президента Литвы Дали Грибоускай. Литва, конечно, не Турция, но миллиончика полтора-два тоже выпросить можно. Пока президент Украины встречался в Киеве с президентом Турции, в казахской Астане прошла встреча целых трех президентов – Владимира Путина, Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева. На повестке дня было создание нового валютного союза с единой валютой. На наш взгляд, самой логичной единой валютой для такого союза была бы вот эта. Тем более, что запасы такой валюты есть в каждом доме, либо в книге, либо в кармане старого пальто. Из трех валют – белорусского рубля, российского рубля и казахского тенге – скорее всего, роль единой валюты будет исполнять российский рубль. Хотя Александр Григорьевич и Нурсултан Абишевич предлагали альтернативные варианты единой валюты. Такие, как белорусский рублянгэ или казахский тенгубль. Продолжим. Новость из России, которая нас повеселила. В городе Ставрополь во время фестиваля уличной еды гостей угощали блинами весьма необычным способом, а именно с помощью лопат. Не знаем, что хотели сказать этой акции организаторы, но, видимо, Россия возвращается к своим традициям. И скоро мы увидим не только блины на лопатах, но и щи, которые хлебают лапти. По слухам, этот фестиваль блинов на лопате посетил президент России Владимир Путин. И тоже перекусил. Понятное дело, что пользователи интернет очень бурно отреагировали на такую новость. В сети сразу появилось множество фантазий и юмора на эту тему. К примеру, если блины принято есть с лопатой, то рыбу исключительно вилами. Кто-то не поленился и оформил список новых столовых приборов. От лопаты чайной до вилл десертных. А самые наблюдательные пользователи интернет даже нашли человека, который, собственно, и придумал эту традицию есть с лопатой. Не треба скиглить, треба брать лопату и гадувати свою семью. В любом случае, ничего страшного для России в этой новости мы не видим. Ну, кроме возможной дизентерии в Ставропах. Но у самого честного российского журналиста Дмитрия Киселева наверняка есть на этот счет собственное мнение. Итак, Дмитрий Киселев о блинах, лопатах и Великой России. Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Киселев. Итак, употребление пищи с помощью обычной лопаты. Вот оно, возрождение великой русской культуры. Ставропольский ренессанс в столовом этикете человека-труженика. Впервые на юге России брошен вызов чуждым нам китайским палочкам и вилки с ложкой, навязанным нам хитрыми европейцами. Не верите в существование столово-приборного заговора отношений России? Подумайте, в Испании никогда не едят гитарой, в Шотландии волынкой, а в Америке маракасами. Так почему же сотни лет нас заставляли есть ложкой великим русским музыкальным инструментом? Научить нас есть ложками, на которых мы играли, и заставить копать нас лопатами, которыми мы ели. Вот запутанный и коварный план, который пыталась осуществить Европа в течение сотен лет. Но не тут-то было. Наш народ бросил вызов эфемерным европейским ценностям и готов вернуться к своим корням хотя бы на полштыка. Пришла пора сесть за корыто с пельменями, зажав в мозолистой руке черенок столовой лопаты. Вы никогда не задумывались, что именно от слова «лопата» происходит русское слово «лопать»? До сих пор сомневаетесь, что обычные вилки, ножи и ложки никак не связаны с фашизмом? Тогда обратите внимание на секретную фотографию Адольфа Гитлера. Я думаю, пояснять, что находится на столе справа и слева от фюрера, не стоит. К нам в руки попал секретный видеоролик, доказывающий, что столовые приборы, прежде чем завестись в Россию, испытывались на животных. Есть давняя примета. Если со стола падает вилка, жди незваных гостей. Заметьте, о падающей со стола лопате ничего не сказано. Совпадение? Не думаю. В наших силах возродить великий русский этикет и не дать превратить его в европейский анекдот, в котором будут смеяться после слова «лопата». Объявим бойкот столовым прибором, вскармливающим солдат НАТО. Не опоздайте со своим выбором. Помните, дорога лопата к обеду. На сегодня все. С вами был Дмитрий Киселев. Спасибо Дмитрию Киселеву за очередную кучу правды. А мы продолжим новостями из Украины. Петр Алексеевич Порошенко на своей странице в Facebook рассказал, что для экономии государственных средств будет сокращаться численность администрации президента Украины. По нашей информации, первыми под сокращение попадают такие должности, как первый, второй, третий и четвертый заместители начальника отдела по завариванию кофе, уборщица за уборщицами, а также с 1 апреля совмещают две должности, ответственного за зарядку телефона и ответственного за зарядку планшета. Эту нелегкую работу теперь будет выполнять один человек. Для того, чтобы эти сокращения прошли правильные и установленные сроки, в аппарат президента наняли четырех новых сотрудников, которые будут отвечать за сокращение. Несмотря на кризис, в Украине есть люди, которые пытаются смотреть на все позитивно. 21 марта прошел шуточный фестиваль паники и истерики под названием «На дне». Программа фестиваля включала театральные постановки, мастер-классы и семинары, которые были призваны научить людей жить в условиях паники. К сожалению, фестиваль паники и истерики не смогла посетить его главный инициатор, глава Нацбанка Валерия Гонтарева. На заседании Киевского гурсовета было принято гениальное решение по вопросу нехватки мест в детских садах и школах. Большинством голосов было решено предоставить частным школам и детским садам в аренду помещения коммунальных предприятий, то есть ЖЭКам, за символическую плату 1 гривна в год. Работники ЖЭКа встретили эту новость с энтузиазмом, выдали первоклассникам новую школьную форму и провели первый урок. Продолжаются дискуссии по поводу археологических раскопок на почтовой площади в Киеве. Целая улица старого города была обнаружена при попытке вырыть котлован для фундамента торгового центра. Суть этих дискуссий проста – археологи хотят копать, а строители строить. Что же важнее для нашего города археология или бизнес, мы решили выяснить у наших детишек в рубрике «Мелкие специалисты». Как ты думаешь, кто занимается раскопками? Археологи, люди, которые изучают историю. Задача археолога – хоть что-то найти. Там найдут вот часть колена и смотрят в луку. А вдруг это тираннозавр Рекс. Это вот основное занятие наших ученых, да? Да. Выкопывали землю, и в земли там что-то старые-старые вещи находили. И когда выкопали яму, нашли там остатки старой улицы со времен Киевской Руси. Киевская Русь – это когда Киев и Россия были вместе. Киевская Русь – это было до Советского Союза. Киевская Русь – это такой мультик. Я слышал, что ее когда-то Россия завела и поджегла. Россия поджегла Киевскую Русь? Да, когда-то давно. Ничего себе. Это было в 1808 году. А куда делась Киевская Русь? Что с ней произошло? Потом этих всех князей скинули патриоты. Как выглядела вот эта улица целая старого Киева? Там были такие каменно-кирпичные дороги, рынок, дома, магазины, шветофоры. Киоски. Там не было кирпичей нормальных, они были глядные. Там не было дорог, там были камни, ну такая дорога. Асфальт был в то время как-то? Нет, конечно. То есть уже в то время не было асфальта в Киеве, да? Я бы сначала раскопала полностью этот город, посмотрела, есть ли там что-нибудь интересное, потом все это закопала, потом еще раз вырвала. Если построить торговый центр, например, то это будут затраты, затраты и так далее. А потом прибыль. А потом прибыль, но это уже потом. Где ты больше времени к работаешь, в музеях или в торговых центрах? В торговых центрах. Мама тут пускай. Что лучше, построить магазин или копать дальше? Если ты нашел много кирпичей, лучше уже строить магазин. И еще, еще находить много кирпичей. То есть строить магазин из тех кирпичей, которые найдешь там, да? Да. Я понял. Ну а... Если грязные там попадутся, не бери, потому что будет грязный магазин. Спасибо нашим деткам. Мы продолжаем. Появились игральные карты с лицами лидеров Новороссии. Так, к примеру, Олег Царев изображен на Тузе. Павел Губарев – король. Больше всех наше внимание привлек известный казак Бабай, который стал пиковой дамой. Ну, как вы понимаете, после этого события победительница евровидения Кончита Вюрст теперь не единственная дама с бородой. О Евровидении хотелось бы поговорить чуть подробнее. В этом году конкурс пройдет в Австрии, на родине бородатой певицы. И вполне логично, что каждая из стран-участниц готовит что-то неординарное. К примеру, Финляндию будет представлять уже немолодая панк-группа. Ну, кстати, на этой фотографии видно не только участников группы, но и их музу. Вот она стоит на заднем плане размером где-то 0,7. От Беларуси выступит дуэт Юзари и Маймуна. Ну, сами видите, оба коренные белорусы. С другой стороны, приятно, что хоть здесь Александр Григорьевич Лукашенко дал дорогу молодым. Впервые в европейском конкурсе участвует Австралия. Ну, и если захотят удивить, наверняка привезут петь кого-то сумчатого. По прогнозам, одним из претендентов на первое место является шведский исполнитель Манс Замерлоу с песней «Heroes». Ну, если быть честными, интерес к песне вызвал не сам певец, а переводчик Томми Крон, который очень эмоционально передал текст песни с помощью сурдоперевода. Певец на заднем плане, конечно, молодец. Но нам кажется, что если Швеция отправит на конкурс их обоих, шансов победить будет больше. Украина в этом году не будет участвовать в Евровидении. Причина не в том, что у нас нет талантливых певцов или певиц. Причина в том, что все три талантливых певца и певицы там уже были. Программа «Чистая Ньюс» расширяет свои границы, и у нас появились свои собственные корреспонденты не только в городах Украины, но и за рубежом. В эфире рубрика «Хорошо там, где нас нет». И сегодня мы узнаем, насколько хорошо без нас в Германии. И на связи наш корреспондент Ян Кузнецов. Добрый вечер, студия. Вас приветствует европейское агентство «Чистая Ньюс», «Чистая Евро Ньюс». И я, Ян Кузнецов. На этой неделе мир узнал имя нового обладателя самого высокого в мире IQ. Им стал немец Даниэль Тамет. Уровень его IQ – 180. Если вы не знаете, то нормальный уровень обычного человека – 90. У меня, кстати, 95. А у жены вообще 90-60-90. Но это я так. Итак, его IQ – 180. То есть уровень равен уровню двух нормальных людей. Трех средних, четырех спорных, шести бесспорных и двадцати полных идиотов. Один из которых вчера въехал мне в зад на своем Opel. Извините. Так вот, прямо сейчас я нахожусь у здания библиотеки, которую постоянно посещает Даниэль. В этой библиотеке все время тишина. Однажды, когда тут начался пожар, библиотекарша не спешила об этом кричать, чтобы не мешать Тамету заниматься. Даниэль помнит наизусть 22 514 чисел после запятой в числе Пи. Начнем с того, что не все даже знают, что Пи – это число. Многие думают, что это характеристика человека, который нам не нравится. А теперь информация для женщин. У Даниэля Тамета пока нет девушки. Но это дело поправимое. Ученые предположили, что среднестатистическая немецкая блондинка легко приведет семейное число IQ в среднестатистическую норму. Поговаривают, что Таметом уже заинтересовались в Голливуде. Но на главной роли в продолжениях «Пиратов Карибского моря» и Джеймса Бонда он по понятным причинам не пройдет кастинг. Однако Голливуд не сдается и собирается снять фильм о великом шахматисте Гарри Каспарове и о знаменитом матче с компьютером Deep Blue, где Даниэлю уже предложили сыграть роль компьютера. В общем, не знаю, как вам, а нам очень тяжело жить, понимая, кто рядом с тобой и чем ты рядом с ним себя чувствуешь. С вами был Ян Кузнецов, Европейское бюро Чиста Ньюс. Пойду учить пятую цифру после запятой в числе Пи. Пока! Спасибо, Ян. Мы продолжим новостями спорта. В четверг, 19 марта, в Киеве состоялся ответный матч 1-8 финала Лиги Европы, в котором киевское «Динамо» принимал английский «Эвертон». Результат матча превзошел все ожидания. «Динамовцы» выиграли с разгромным счетом 5-2. В своем интервью после матча президент «Динамо» Игорь Суркис признался, цитирую, «Я мандражировал даже при счете 5-1». Но когда до конца матча осталось всего 5 минут, Игорь Михайлович вел себя на трибуне вот так. Ну, а его брат Григорий Сурки заявил, что этот матч был просто божественным. По мнению специалистов, большое влияние на результат этого матча оказала поддержка со стороны «Динамовских» болельщиков, среди которых, кстати, были замечены очень важные фигуры. В частности, мэр Киева Виталий Кличко, который активно поддерживал «Динамовцев». Правда, матч ему посмотреть не удалось, потому что в билете не было написано, в какую именно сторону нужно смотреть. Еще активнее вел себя на трибунах президент Украины Петр Алексеевич Порошенко. Он тоже активно поддерживал киевлян, не заметив, что забыл дома шарф болельщиков. У президента Украины обычно нет времени на футбол, но этот матч «Динамо» и «Эвертон» он пропустить просто не мог. Потому что, с одной стороны, «Динамовцы» — это украинский клуб, как говорится, свои, А с другой стороны, клуб «Эвертон» в Британии называют «Ливерпульские ириски». Так что, вроде тоже как свои. Итак, два украинских клуба «Динамо Киев» и «Днепр» продолжат борьбу за Кубок Лиги Европы. Матчи 1-4 состоятся во второй половине апреля, и мы желаем нашим футболистам удачи. В матче с «Эвертоном» игроки основного состава «Динамо» были быстрые, молниеносные и непредсказуемые. То же самое можно сказать и об игроке «Динамо-2». Вячеславе Панфилове, который за день до этого устроил на улицах Кива настоящую голливудскую погоню. Его машину в течение получаса преследовали шесть патрульных нарядов милиции. Тренеру клуба Сергею Реброву стоит обратить внимание на юное дарование, ведь Панфилов уверенно уходил от преследования, блистал обманными движениями и финтами, а в конце умудрился влететь в припаркованную «Шкоду», тем самым доказав, что он является игроком таранного типа. Напомним, что в эфире программа «Чисто Ньюз» – программа, в которой каждая новость может прозвучать как хорошая. И сейчас пришло время нашего традиционного хит-парада сомнительных спортивных достижений. На третьем месте сегодня баскетболист, который очень хотел попасть в кольцо, «Правда, в свое». На втором месте скейтбордист, который даже в этом виде спорта отличился меткостью. А побеждает сегодня представитель бейсбола. Я лично плохо знаю правила этого вида спорта, но вряд ли этому спортсмену нужно было поймать мяч именно так. Спасибо нашим спортсменам, ждем от них новых, еще более сомнительных спортивных достижений. На сегодня новостей больше нет, программа «Чисто Ньюз» желает вам мирного неба над головой и родной земли под ногами. Смотрите нас завтра сразу после выпуска ТСН. До свидания. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова